Итак, всех приветствую, кто меня не знает, меня зовут Роман Коган, я из Израиля, и сегодня мы поговорим о предстоящем пресейле Phenom токена, который будет уже совсем скоро, всего через несколько дней, сегодня 12 число, а 20 числа уже непосредственно запуск пресейла и аирдропа NFT. Давайте подробнее немножко, потому что в личку задают много вопросов, команда больше 8000 человек, многим в личку я уже это все объяснял, мы все это разбирали, но тем не менее вопросы не заканчиваются, поэтому в принципе и есть это видео, которое я сейчас записываю для того, чтобы ответить большинству сразу. Итак, давайте я расшарю экран, презентацию и посмотрим буквально за несколько слайдов, о чем идет речь, а потом поговорим о математике роста и почему это выгодно. Как уже видно из первого слайда, у нас запускается пресейл, или другими словами, приватсейл, маркетплейс на веб 3.0. Если все остальное, пресейл и маркетплейс, многим понятно, но что такое веб 3.0, давайте секунду на этом остановимся, потому что многие спрашивают. Веб 3.0 чем отличается от веб 2.0, непосредственно то, что сегодня присутствует на большинстве сайтов? Это когда вы вносите свою почту, свой пароль, оставляете свои личные данные, и эти данные хранятся непосредственно у владельцев сайта. Если все хорошо, то ничего страшного, если же вдруг произошла утечка или какая-то атака и смогли украсть эти данные, то, соответственно, они попали в чужие руки. В этом плане плюс веб 3.0 в том, что вы подключаетесь со своим кошельком, например, MetaMask, или TrustWallet, или любым другим, смотря какой сайт, смотря какой блокчейн. Вы подключились, сделали то, что вам нужно на сайте, отключились, у сайта, у этой площадки, в которую вы зашли, не осталось никаких ваших данных. Огромный плюс. Итак, давайте быстро пробежимся по инструментам, которые запускаются уже сейчас. Кстати говоря, не лишним будет сказать, компания работает уже два года, сделали более 1300% за это время, и мы сейчас переходим на новый уровень, меняем систему, переходим на веб 3.0, запускаем новые продукты. И у нас, так что у нас ждет? Во-первых, как вы видите, Phenom Marketplace Web 3.0. Phenom Metaverse у нас уже запущено, уже действует, прошел даже Nobel Fest. Валяя нобелевских лауреатов в нашей метавселенной и продолжает развиваться. Новое приложение Time Resources, основанное на NFT, которое будет запущено примерно в сентябре. Benjamin Wallet – это децентрализованный кошелек. Мессенджер, DAO StableCoin, Pitax платформа для налогов и Gamefight Studio. То есть это продукты, которые уже чуть дальше по времени, уже не совсем в ближайшее будущее, но будут запущены к концу и этого года, и начало следующего. Итак, давайте посмотрим немножко цифры. Новый токен, который запускается, эмиссии его 1 миллиард токенов. На Move to Earn сегодня популярное направление. То есть вы наверняка слышали такие приложения, как Stepan, как Aglet, как еще ряд других, которые используют динамику, когда вы можете ходить и зарабатывать. Так вот 30% от этой эмиссии будет именно на эту систему, где вы можете использовать приложения, заниматься спортом и получать за это токены, которые растут. Экосистема, стейкинг, мы разберем это позже, но в целом почти 30%, 28.2% идет на эту составляющую. Сид-фаза – это то, что было уже то, что до сих пор за эти два года. Все, кто участвовал и зарабатывал с компанией, это сид, который уже закончен, но на это все выделено 15%. Разлог у тех, кто уже имеет токены. Первый год 1%, второй год 2% и третий год 5.34%. То есть разлог постепенный. Это огромный плюс для тех, кто понимает, и не первый день занимается криптой. О нелишнем, кстати говоря, будет сказать, что в июле мы уже выходим с этим токеном на биржу. Позже я вам покажу, какие именно биржи. Но нелишним сказать то, что за счет небольшого количества токенов, которые комьюнити сможет продать сразу на бирже, одна из причин, почему курс будет расти с каждой покупкой. Дальше мы чуть больше это разберем. Итак, приват – это то, что как раз у нас сейчас начинается 20-го числа. Приват сейл и разлог будет первый год 4% в месяц, второй год 4.34%. Это нормальные проценты, это нормальная практика, когда человек покупает и имеет возможность купить по очень низкой цене относительно того, что будет продаваться на бирже и получает постепенный разлог. И это в интересах всех, всего комьюнити. Кстати, комьюнити у нас уже больше 125 тысяч человек, не все активные, есть много инвесторов, которые пришли на долгий срок, но тем не менее 125 тысяч человек во всех странах практически мира, более 200 уже. Так вот, постепенный разлог идет как раз на пользу всему комьюнити, потому что если у нас создается дефицит на бирже, то есть есть люди хотят купить, но не могут, но не у кого купить эти токены, то цена постепенно растет или очень быстро растет в зависимости от количества желающих. Итак, Binance Launchpad – это то, что будет запущено там, это 7%, тоже не так много, 7.2. На команду выделено 7.8. Команда не сможет продавать вообще первый год, это тоже огромный плюс, соответственно, нету этих дополнительных продаж и коррекции курса вниз. Теперь пойдемте дальше, смотрим, что у нас еще интересного здесь. Два вида стейкинга, которые будут запущены. То есть вы, например, купили токены, либо вы купили их на привате сейчас, который будет, либо вы купили их потом на бирже, у вас есть токены. Если вы купили на бирже позже, но цена дороже, они у вас открыты, вы можете сразу поставить на стейкинг. Либо вы купили на привате, открываются 4% в месяц, и вы эти открывшиеся 4% можете поставить на стейкинг. Два вида стейкинга. Никто не делал еще до сих пор такого, нет ни в одной компании, когда два вида стейкинга, и это идеальный баланс. Первый вариант – возможность застейкить в USDT, то есть получать доход до 12% в месяц в зависимости от срока, на который вы хотите закрыть. То есть от 6 месяцев до 24 месяцев вы можете закрыть USDT и получать доход в токене. То есть что это значит? Это значит, что токен будет относительно той стоимости, которая на бирже. То есть вы никогда не заработаете меньше, чем тот процент, который прописан в зависимости от срока вашего депозита. То есть если вы положили, например, на 24 месяца 1000 долларов, у вас стабильно 12% в месяц. Вырос курс? Не вырос? В пересчете на USDT это будет всегда 12%. И второй вариант есть, когда вы закрываете на стейкинг токен, то есть непосредственно ставите токен на стейкинг, и это по тем же самым условиям, те же самые проценты, время то же самое, но если курс токена вырастает очень сильно на бирже, вы зарабатываете больше. У вас есть еще и депозит ваш, и плюс те проценты, которые вы зарабатываете ежемесячно. Но минус в том, что если вдруг есть коррекция, и курс падает, то здесь вы можете потерять стоимости относительно USDT. Вы не потеряете в токене, токенов у вас все равно будет прибавляться, но относительно USDT в этом случае можно потерять в случае коррекции. Поэтому идеальный вариант совмещать. Один вариант это USDT стейкинг, второй вариант стейкинг с токенем. Когда вы совмещаете, баланс определенный, и это не дает вам сильной просадки в случае коррекции рынка. В случае же роста вы только зарабатываете. Теперь, где у нас будет использоваться токен? Это очень интересный слайд в том плане, что кто разбирается в нише криптовалюты, уже достаточно имеет опыта, понимает, что чем больше токен используется в каких-либо направлениях, в каких-либо инструментах, тем выгоднее каждому из участников комьюнити. Почему? Потому что токен не продается на бирже, курс не падает, а только растет. И те, кто заходит на долгий срок, постоянно зарабатывают все больше и больше. У нас таких направлений, где будет использоваться токен, очень и очень много. Time Resource, то, что я сказал, приложение, которое будет запущено уже в сентябре, нужно будет использовать токен для прокачки NFT. Если вы хотите прокачать NFT, кстати говоря, те, кто будут участвовать в пресейле, получат NFT бесплатно. Те же, кто придут и будут покупать токен уже непосредственно на бирже, после окончания пресейла, будут должны купить и сам NFT тоже. NFT токен. Теперь Benjamin Wallet вы сможете там использовать и также стейкить. Stablecoin вам тоже поможет этот токен для получения большей комиссии. Phenom Metaverse – это как второй дополнительный токен внутри Metaverse нашего. Питакс-платформа, Phenom Chain, Louchpad, Messenger, Dexbrowser, CryptoBank, Marketplace Web 3.0 – везде нужен будет этот токен. То есть люди покупают, с одной стороны, на бирже, с другой стороны, им невыгодно сразу продавать, им выгоднее использовать какие-то инструменты, чтобы в конечном итоге заработать гораздо больше. И поэтому у нас тоже одна из причин, почему курс будет расти. Двигаемся дальше. Фактически это то, что я сказал, применение токена. Это все как раз вот эти вещи. Вы сможете потом скачать это или обратиться ко мне. Я вам дам… Да, наверное, лучше так. Обратитесь ко мне, и я вам пришлю эту презентацию, и вы сможете ее досконально изучить. Итак, финансовая модель. 50% от того, что будет вкладываться в токен, покупаться, и это и на бирже, и на прицеле, 50% и будет идти в маркетинг. 10% в реклама и 40% в ликвидность токена. То есть постоянно объем токенов. Это один из вопросов таких, которые спрашивают, что в какой-то момент токены же кончатся. Они не кончатся за счет того, что постоянно будет добавляться до 40% в ликвидность. Доход компании. С чего компания будет зарабатывать? На бирже будут, на DEX биржах продажи. Комиссия будет 10%. Чуть позже будет также введена площадка P2P. То есть пользователь может продать пользователю, и комиссия там будет ниже 5%. Но, тем не менее, это выгодно и для пользователя. То есть вы можете своему человеку продать дешевле. И компания тоже должна зарабатывать, поэтому я не вижу здесь как раз проблем. Это как раз хорошо, чтобы компания зарабатывала. Это должно быть обязательно, потому что деньги должны идти на разработку продуктов. Это самое важное. IT-компания – это то, что у нас здесь. Дальше. Компетенции команды. Те, кто разбираются немножко в технических аспектах, программировании и так далее, вам этот слайд. Компетенции, которые есть на сегодняшний день. Компания постоянно увеличивает штат программистов и технических служб, поэтому все это будет еще больше расширяться, еще больше пополняться различными самыми передовыми технологиями. Но на данном этапе вы можете изучить этот слайд и пробежаться по всем тем направлениям, которые уже сегодня наша команда программистов обладает и использует для внедрения и разработки продуктов. Дальше. Листинг. Интересно. Обратите внимание, что мы будем выходить постепенно. Не сразу на все эти биржи. Вначале первый этап – это то, что будет в июле. Мы выходим на Pankingswap и Whitebit и Gate.io. Это вот эти три биржи. Вот так вот наискосок как раз три. Следующий этап. Мы выходим на Hotbit и на KuCoin. Это второй этап. И третий этап, когда у нас уже набрано большее комьюнити, большее количество человек находится и постоянно использует наш продукт, то мы уже двигаемся на самые крупные биржи. То есть это цель выйти на Huobi и на Binance. Это будет позже, поэтому здесь и сроки. Это будет все зависеть от нашего комьюнити. Но сроки уже начиная с июля фактически этого года осталось тут уже совсем ничего. Полмесяца. И может растянуться до 2025 года вот эти вот самые большие крупные биржи. Но опять же все будет зависеть от комьюнити. Если мы двигаемся хорошо, развивается проект динамично, то это будет быстрее. Дальше двигаемся. Наш roadmap. Что у нас происходит и какие планы. То есть июнь 2022 запуск смарт-контрактов и переход на Web 3.0. Это вот то, что я говорил с подключением кошельков. Это уже совсем скоро. За несколько дней до 20-го числа. Где-то, я думаю, 17-го, 18-го уже точно будет полностью переход. И сентябрь 2022 года. То есть через несколько месяцев запуск приложения Time Resource. И вы сможете там зарабатывать не одним способом, а несколькими. А точнее четыре варианта заработка будет. Ноябрь запуск Benjamin Wallet. Это децентрализованный кошелек. Декабрь 2022 запуск своего стайблкоина. Не буду сейчас углубляться в эту тему. Но это очень выгодное направление для комьюнити. Чтобы мы экономили на комиссиях в том числе. И уже конец года и уже следующий 2023 год. Это Phenom Chain. То есть это непосредственно мост между тремя блокчейнами. Который будет BNB, Solana, Ethereum позволять использовать все эти три самых крупных сегодня, самых популярных блокчейна. Launchpad и Messenger. Я думаю, здесь объяснять ничего не нужно. Идем дальше. Private Round. Чтобы было понятно. В целом на один кошелек можно будет купить максимум 1000 токенов. Это важно понимать. Понятно, что вас никто не ограничивает. Если вы хотите использовать больше кошельков, вы, конечно, сможете это сделать. Но в целом на один кошелек максимальная покупка на 1000 долларов. И мы смотрим теперь по эмиссии. От общей эмиссии 10,5%. То есть получается 105 миллионов токенов. Это то, что выставляется на продажу через приватсейлы. И первый раунд. 40 миллионов по, обратите внимание, стоимость 0.05%. То есть 5 центов. За один токен 5 центов. То есть если вы покупаете, например, на 1000 долларов, вы приобретаете 20 тысяч токенов. Важно, чтобы вы закрепили эту цифру. Чуть позже я вам скажу более подробно. Раунд следующий. Если вы не успели в первом, то цена уже поднимается по 0.6. И, соответственно, дальше 0.7. И последний паблик уже будет по 0.8. Он относительно небольшой, относительно предыдущих трех. Всего 5 миллионов токенов будет выставлено на последний раунд. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть тут еще. Если слайды остались. Да. Ну и цель. Это тоже важно. Цель компании. 1 миллиард пользователей во всем мире. Нас поддерживает очень сильно Индия, Дубай, Африка, Европа практически. Ну, в принципе, нету почти стран, где не присутствуют так или иначе люди, кто уже зарабатывает с фином. Но есть страны, где это прям очень и очень бурно развивается. Итак, давайте вернемся вот на этот слайд, чтобы у вас был перед глазами. И чуть-чуть математики. В простой математике, я думаю, что как раз этот вопрос у многих возникает. Не всегда люди могут посчитать. Давайте просто. Если вы купили, например, что проще было считать, допустим, максимум на 1000 долларов на один аккаунт. 1000 долларов принесла вам 20 тысяч токенов. Вы купили. Теперь у вас эти токены заблокированы и разблокируются. То есть развлок один раз в месяц по 4%. Если мы выходим в июле, то остается до конца года еще 5 месяцев. Правильно? 5 месяцев разблокируется каждый месяц по 4%. Получается у нас, если мы посчитаем от общей стоимости, от общего количества, я изменяюсь, получается 4000 токенов. Это то, что разблокируется у нас за 5 месяцев. 4% на 5 месяцев – это 20%. 20% от 20000 – это 4000 токенов. Теперь эти токены у вас уже открыты. Вы можете делать с ними что угодно. Вы можете их продать на бирже. Вы можете их поставить на стейкинг. Это уже на ваше усмотрение. Они открыты. Вы можете с ними делать что хотите. Теперь давайте посмотрим по курсу. У нас ожидаемый курс до конца года порядка доллара. Допустим, давайте будем чуть менее оптимистичными. Скажем, что допустим до конца года, опять же, мы вспоминаем, что у нас нет практически продаж, потому что токены освобождаются постепенно. Нет больших одержаний. Вернее, они есть. Но те, кто имеют даже большое количество, их не так много, но они есть. Но они не могут сразу все продать. Они могут продавать также по чуть-чуть с теми же самыми условиями. То есть на биржу токены попадают в меньшем количестве, а продаж больше. То есть чтобы курс рос, покупки больше, чем продажи. Это то, что у нас происходит. Потом, даже если человек купил токены, он захочет использовать NFT. Чтобы прокачать NFT и сделать его более дорогим, ему, опять же, нужны токены. Чтобы поставить на стейкинг, ему нужны токены. Чтобы использовать какой-то из инструментов Фенома, ему нужны токены. Чтобы купить что-то, например, Землю или Аватары или еще что-то в метавселенной, ему нужны токены. То есть дефицит токена создается целым рядом продуктов. И не забываем еще, что у нас заключен договор с одним из крупнейших маркетмейкеров в Европе, который будет двигать также токен вверх постоянно. Но, допустим, опять же, я говорю, что мы будем менее оптимистичными и токен будет всего лишь 50 центов. Что это означает? Если мы купили 20 тысяч токенов на пресейле и к концу года, через 5 месяцев, токен стоит всего 50 центов. Что это значит? Это значит, вы заработали уже X2 только на те токены, которые разлочены. То есть на всего 4 тысячи вы заработали уже 2 тысячи долларов. И это при том, что у вас 80% токенов еще лежит на балансе и продолжают расти. То есть 20% токенов вы уже окупили свою инвестицию на пресейле. Почему говорят, что это самый выгодный момент, когда нужно заходить и покупать? Потому что, во-первых, цена самая недорогая, в которую можно зайти. Это минимизирует риски, если мы добавляем к этому маркетмейкера, если мы добавляем к этому дефицит токена. И те продукты, которые будут выпускаться постепенно, здесь у нас выходит очень и очень хорошая прибыль уже даже в такой короткий срок. Для большинства людей, кто заходит на долгий срок, а здесь все-таки у нас долгосрочная история, долгосрочная компания. Важно, чтобы зарабатывать на долгий срок и окупить свои инвестиции как можно быстрее. Даже в этот промежуток мы уже их окупаем X2 всего лишь 20%. Но, допустим, давайте пойдем еще дальше. И, к примеру, токен не 50 центов, а всего лишь 25 центов. Там произошла какая-то коррекция к концу года, 25 центов. Что это значит? Это значит, ваши 20% по 0.25 это уже сколько? Тысяча долларов. Если тысяча долларов вы получили 20%, а вы вложили тысячу долларов, то есть вы окупили все свои, вы уже вышли в безубыток, то, что называется, вы вышли в ноль. Даже при том, что у вас основная масса токенов, опять же не забываем, 80% токенов у вас все еще на балансе и все еще растет. Но 20% вы уже вернули все то, что инвестировали на пресейли. Поэтому я считаю, что очень выгодно. И это, кстати, самый интересный момент, который многие упускают, что к этому еще и все прибавляется NFT, который вы получаете на пресейле аэродропом. То есть бесплатно вы покупаете токены, вы владеете токенами, они растут в цене, но еще вам дается NFT. Те, кто придут в почве и будут покупать токены на бирже или, возможно, у вас через P2P площадку, они NFT уже не получат. Они будут покупать их напрямую либо у компании, либо у тех, кто захочет продать. Если вы покупаете сейчас на пресейле, вам дается NFT, вы не хотите, допустим, например, к примеру, вы не хотите зарабатывать через приложение, которое появится в сентябре, и это NFT вам не нужно, скажем так. Когда вы не хотите, то вы сможете его просто продать, и это дополнительная стоимость к вашему доходу. Соответственно, вы можете его выставить на Marketplace, и люди, которые будут заходить и захотят использовать приложение, с удовольствием вас его купят. Вот такая простая математика. Двадцатью процентами можно окупить полностью свою инвестицию всего лишь за несколько месяцев. А, возможно, не только окупить, а сделать X2, X5, X10. Все будет зависеть от сообщества, все будет зависеть от рынка. Но, в целом, здесь очень и очень реальная математика. Пересчитайте еще раз, возьмите калькулятор, возьмите листочек бумажки, посчитайте все еще раз, и вы увидите, какое выгодное предложение будет 20 июня. С вами был Роман Коган. Переходите ко мне в чат, в телеграмме, ссылку будет под описанием этого видео. И, соответственно, все вопросы вы сможете уточнить там. Также, если вы хотите получить эту презентацию, чтобы изучить более детально, напишите мне или напишите прямо в чате, и я вам ее скину. Все, всем удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok